Любое кино начинается со сценария. Бывают, конечно, исключения, но это большая редкость. Так что мы придерживаемся правил. Дело в том, что хороший сценарий дает представляю не только о том, что снимать, но и подталкивает к режиссерскому решению, как снять тот или иной кадр. Но это тема для отдельного рассказа, возможно, мы сделаем специальное видео. Сейчас я хочу рассказать о другом, о том, как мы снимали самолеты. Еще до того, как у нас появился сценарий ролика, мы уже знали, чтобы хотим снять сцену с самолетами в небе. Не только потому, что это интересно и зрелищно, но и потому, что для фильма нам предстоят десятки, если не сотни таких кадров. И нам хотелось создать и опробовать технологию. Поэтому начали мы, как ни странно, не со сценария, а с экспериментов. Первое, что нас интересовало, насколько сложна динамика настоящего самолета в воздухе и насколько сложно будет ее воссоздать. И второе, если нет возможности снять объект на настоящем фоне, его снимают на фоне зеленого экрана. Потом на компьютере зеленый фон удаляют и вместо него подставляют нужное изображение. Но у этой технологии есть особенности. Дело в том, что в ряде случаев объект взаимодействует с фоном. Особенно это заметно при движении фона и при изменении его освещенности. И если это взаимодействие не воссоздать, приклеенность фона будет заметной. Решить эту проблему можно при помощи съемок на фоне проекции. Во время съемок фильма «Человек на Луне» Дэмьен Шазел использовал большой экран, собранный из нескольких десятков мониторов. Объекты, снятые таким образом, отражают любое изменение света, идущего с фона. Получилось потрясающе. Одновременно с проведением тестов мы придумывали сцену, которую собирались снимать. С этой целью был сделан 3D-аниматик. Это компьютерная сцена, которая моделирует движение объектов и камеры. Надо сказать, что это очень мощный творческий инструмент, благодаря которому можно понять, как работает тот или иной кадр, и работает ли он вообще. Мы перебрали дикое количество вариантов решения сцены. К счастью, у нас на это было время, поскольку мы ждали готовности постройки кабины и масштабных моделей. Когда визуальное решение наконец было найдено, мы получили готовую трехмерную сцену, и начался новый этап экспериментов. Мы подумали, что движение, которое самолет делает относительно камеры, можно воссоздать при помощи системы моушн-контроля. И мы решили воспользоваться нашим опытом работы с манипулятором Кука. Кстати, на съемках 28 панфиловцев этот манипулятор от СНИРТК предоставил нам бесплатно. В дальнейшем нам придется брать его в аренду. А для наших задач нам, вероятно, потребуется и более сложное оборудование. Для этого нужен бюджет, который мы собираем на нашем сайте. Для того, чтобы принять в этом участие, можно перейти по ссылке внизу. В общем, Миша Лосев, Коля Попов и Рома Хайтин перенесли движение самолета из компьютерной сцены на манипулятор. Одновременно с тестами по движению мы экспериментировали с проекцией фона. Кстати, для того, чтобы сделать проекцию на фон, нужно иметь изображение, которое мы, собственно, хотим проецировать. В нашем случае это должно было быть качественное изображение неба и земли, снятое с большой высоты. С этой целью мы с Химом предприняли несколько экспедиций, взяв на прокат коптер, и сняли множество футажей. В результате этих бесконечных тестов у нас в итоге сложилось понимание, каким образом мы будем снимать самолеты. Когда подоспели модели, среди прочих проблем возник вопрос, как эти модели крепить к манипулятору. А ведь закрепить их нужно не только с учетом всех осей, которые мы так скорпулезно рассчитывали, но и закрепить весьма жестко. Мне очень не хотелось сверлить дырки в корпусах самолетов. Можно, конечно, было придумать какие-нибудь хомуты, но это потом усложнил бы постпродакшн и вообще добавило бы проблем. Решение должно было быть изящным. И в какой-то момент оно нашлось. Мы решили закрепить самолеты при помощи магнитов. Для этой цели Руслан изготовил несколько вот таких вот кронштейнов, сделанных из квадратного железного профиля. На корпус самолета наклеилась металлическая полоса на двусторонний скотч. И, в общем, неодимовые магниты справили задачи настолько хорошо, что снимать самолет с кронштейна приходилось с заметным усилием. Кстати, для Мессершмитта было изготовлено два кронштейна, потому что самолет делал настолько сложное движение в кадре, что манипулятор перекрывал модель, и снимать пришлось два этапа. Сначала самолет крепился вот таким вот кронштейном за борт. А потом вот таким вот за крыло. Готовились! Ромыч, готов? Камера! Да. Раз, два, три. Стоп, камера. Сейчас, секунду, смотрим. Все, переставляемся на Мессершмитт. Все, хорош, Манна. Так, Манна. А, попали, попали? Да, попали. Все, спасибо, Путин. Нужно, как ты видишь, делать все, а не как. Фашистам светит. Луна сейчас сделает. Хорошо, да, 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 поехали. Раз, два, три. Ой, стоп. Идет камера. Раз, два, три. Стоп, камера. Однако снять модели – это только половина дела. В кабине нашего Яка должна была сидеть героиня. И для этого у нас тоже было решение. Кабина, которую мы построили, была пригодна не только для интерьерных съемок. Для нее была изготовлена специальная платформа, которая позволяла двигать кабину по двум осям. После того, как мы сняли самолеты, нам предстояло подснять кабину, так, чтобы попасть в те же углы поворотов и в ту же динамику. В будущем мы усовершенствуем эту систему электромоторами. Но на съемках тизера мы сделали это вручную. И резь. Миш, по траектории посмотри, что там. Нормалды. Получу. В смысле? Ну давай переделай. И резь. Идет. И резь. Его нужно, он прям сейчас сильно вот так завален. Да, так давай, давайте. И резь. После того, как материал был снят, его предстояло собрать, смонтировать, найти и подложить звуки, написать музыку, сделать цветокоррекцию и получить в итоге финальный результат. О той работе, которую мы делаем сейчас, я расскажу в следующем ролике. Смотрите, передtest. До сьгоревение. Лисонтоки. Ну да, это portrait een даст. Это trav ink спорücken? Ребен.